Сейчас Лидия Павловна Попова в тепле и уюте, под наблюдением медиков. Постоянные обстрелы и зверства украинских нацистов женщина вспоминает с ужасом. Признается, так страшно не было даже во время Великой Отечественной. Войны, и все размазали, разжигали, разжигали. Фашисты. Хуже. Я помню ту войну немецей, но детей не убивали, как тут. Жизнь одинокой старушки под Харьковом превратилась в кошмар. Помощи от украинских властей ждать не приходилось. Ее спаситель – обычный русский парень Сергей. Он вырос в Обуховке, на западных окраинах Кореневского района, где до границы всего 3 километра. Наш земляк ушел на фронт в числе мобилизованных. О встрече с пожилой женщиной в зоне СВО рассказал своей маме. И в один из дней он мне звонит и говорит, «Ма, тут бабушку мы нашли. Ну как нашли?» «Мы ее не нашли, и мы просто идем вдвоем с другом, со служивцем по этому населенному. Говорит, выскакивает бабушка такая маленькая, божий одуванчик. Мальчики, мальчики, ой, я целую неделю, я не ела. Сыночки, сыночки». Солдаты накормили пенсионерку и остались переночевать в ее доме. Тогда Сергей понял – женщину нужно срочно выводить из зоны боевых действий. Он мне звонит и говорит, «Ма, ну тут такое творится, типа, и, ну, все равно, что ей здесь самой делать? Родственников у нее нет никого. Если я ее к тебе приправлю, примешь?» И, конечно, я была в ступоре, но что я могла ему сказать? Родители бойца пенсионерку приняли и обогрели. Истощенная женщина приехала в изношенном тряпье и сапогах покойного мужа. «Это, наверное, еще 45-го года». «Не поймешь, какого года вообще сапоги». Необычной историей Татьяна поделилась с коллегами на работе. «Я говорю, ой, мне посылку сын прислал. Они, в смысле, а что, оттуда можно посылки присылать? Я говорю, выходит, да. А что он мог тебе прислать? Я говорю, посылка 36-го года выпуска. Бабушка. Вот так и пошло все, посылка, посылка». Сейчас Лидия Павловна с теплотой вспоминает встречу с нашими военными. Только рядом с бойцами она ощущала себя в безопасности. «Проходили эти, если, мотаться, ой, мать, они тебя не обижают. Скажу, а что жены меня будут обижать? Это же мои сынки. Они смеются». Сергей тоже не забывает о бабушке. Постоянно интересуется ее здоровьем. «И он потом уже звонил, вот по возможности, как только звонит. Ма, как там баба Лида? Ма, как там баба Лида? Говорит, да все нормально с твоей бабой Лида». В свои 85 Лидия Павловна не теряет бодрости духа. Бойкая бабушка ждет весны, чтобы помогать родителям Сергея по хозяйству. А пока она время захотела сменить обстановку. «Родители еще молодые, работают оба на работе, целыми днями нет дома. Бабушка заскучала. Она попросила перевезти ее там, где есть люди. Но так бабушка говорит, ей бы с кем-то общаться было. Мы поместили ее в пункт временного размещения, потому что без этого мы бы не могли начать оформление документов. Ей нужно было зарегистрироваться там. Мы привезли и показали пункт. Она сказала, я тут останусь. Я буду Таню навещать, а тут я останусь». Сейчас женщина проходит медицинское обследование. Она благодарит своего спасителя и остальных российских военных. Я за россиян страшно, потому что они наши защитники. Они наши защитники. Вот. И все. Никто, кроме них, не нас не защитит, кроме России. Вот так. Станислав Костиков, Владислав Соболев. События дня. Продолжение следует...